Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как отказ. Довольно часто в нашей жизни мы получаем отказы, и не только мы, все люди. И это слово означает действие, как духовное, так и физическое. Непринятие, лишение, отказ – это все происходит в нашей жизни. Отказывают в просьбе, в помощи, в предложении о создании семьи. Отказывают в цене, отказывают в виде мягком или жестком. Отказывают коллективно или индивидуально. И есть разнообразные формы вежливого или грубого отказа. И это все встречаемое явление в нашей жизни. И духовные виды отказа – это отказ от блуда, скажем, от курения, от воровства, от алкоголя. От роскоши, от гадания, от магии, от идолопоклонства, от связи с врагом во всех его проявлениях. Но встречаются отказы у людей и от Бога. От его заботы, от его любви, от его водительства. И это люди, которые не имеют страха Божьего, у которых нет веры, у которых нет доверия, которые не знают духовного мира и его влияния на свою жизнь и на жизнь их близких, их семьи, друзей. Отказ от Божьего предложения. Я хотел бы привести такой пример. Скажем, Бог проговаривает человеку, его душе, то ли девушке, то ли парню, о том, что он пошлет спутника жизни или спутницу жизни. И спутник этот, он будет верным, терпеливым, надежным, добрым, любящим. Но есть одно но. Его внешность может быть не так привлекательна, как бы хотел этот человек. И знаете, многие люди отказываются от этого. Отказываются. И почему отказываются? Потому что у них есть неверие, у них есть самообман или обман врага в их жизни. И они надеются на большее, на лучшее, как им кажется. И они думают, что они достойны большего, чем это. И Бог, Он никогда не ошибается. Поэтому, если Бог что-то дает, надо это принимать с верой и быть всегда благодарным Ему. Потому что Бог, Он знает от начала до конца все. У Него нету тайны. И кому можно доверять, так это только Ему одному. А остальные могут подвести. Отказ в разных проявлениях нашей жизни. Это может быть техника. Отказ двигателя автомобиля. Отказ шасси у самолета. Отказ в работе замка нашей двери. И в любом случае, слово «отказ» – это что-то неприятное, может быть, для человека. Потому что он ожидает не отказа, а ожидает именно положительного действия. Отказ. Как в духовном, так в физическом мире. Просуждайте на эту тему. А я желаю Вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует.